Сегодня одной из наиболее трагических страниц в истории человечества в Чернобыльской катастрофе исполняется 26 лет. Эхо трагедии до сих пор разносится на все территории постсоветского пространства. В Волгодонске также проживают несколько сотен человек, пострадавших от радиации. Каждый год 26 апреля у колокола, который никогда не зазвонит, собираются горожане, чтобы почтить память жертв мирного атома. Подножие памятника усеяно цветами. В нашем городе проживают более 600 пострадавших от традиционной катастрофы. Инвалиды-чернобыльцы, вдовы-ликвидаторов, вынуждены переселенцы. И у всех схожие проблемы. Проблема сейчас практически у всех – это здоровье. Потихоньку были сначала социальные проблемы, когда эти законы внедрялись. Подзаконных актов не было. Ну и так далее. А сейчас на первый план выходит здоровье. Для более подробного разговора о наболевшем чернобыльцев пригласили в первую городскую больницу. Вопросов к местным властям у ликвидаторов накопилось более чем достаточно. Самый больной – обеспечение лекарствами. Приходится покупать лекарства за свои деньги. Это имеется в виду, что тех, которых нет в перечне жизненно важных. На сегодняшний день не вполне решен и квартирный вопрос. На очереди в жилищной инспекции состоят шесть инвалидов-чернобыльцев. Зато в этом году руку помощи ликвидаторам протянула атомная станция. В этом году выделяют нам значительную сумму, около миллиона рублей. Эти деньги будут необходимы нам для срочной, кого-то ребятам понадобится операция. Поэтому даже в этом году уже в январе один человек сделал, заплатил свои 130 тысяч. Мы ему компенсируем. То есть не государство нам компенсирует, а мы за счет спонсоров и так далее. Но это нам спасибо, что хоть в этом станции помогла. А то пришлось бы нам, ребятам, собирать по миру деньги. Екатерина Львова, Иван Иванков. Новости ВТВ.